А начался этот путь более 70 лет назад. В 1930 году в Московский институт физкультуры пришел на работу Василий Сергеевича Щепков. Он всегда начинал тренировки с демонстрации искусства рукопашного боя. На него нападали одновременно несколько противников. Наносили удары руками, рубили шашкой, кололи штыком, били палкой, бросались кинжалом, стреляли в упор из пистолета, однако с любым соперником он расправлялся за доли секунд. Его считали неузвимым, а вся его жизнь и он сам всегда были окружены ореолом тайны. В самом конце 1892 года в поселке Александровский пост на острове Сахалин у арестантки крестьянской вдовы Марии Щепковой родился сын Василий. В 11 лет он осиротел, а в 14 оказался в Японии, где поступил в семинарию русской духовной миссии в Киото. Там, помимо других предметов, преуспел в изучении дзюдо. Миссию учредил митрополит Николай Японский. После семинария Щепков поступил в знаменитый Токийский институт Кадакан, который возглавлял основатель дзюдо Дзигаро Кано. Василий становится первым русским, заслужившим черный пояс и степень мастера по дзюдо. По мнению некоторых исследователей, святитель Николай благословил Ощепкова использовать накопленный опыт на благо Отечества, где основой борьбы провозглашалось возможность защитить не только собственную жизнь, но и жизнь ближних. Специалисты утверждают, есть одна веская причина, по которой церковный иерарх оказался заинтересован в распространении новой борьбы в России. Русская армия остро нуждалась в новых приемах ведения ближнего боя, что и показала русско-японская война. Сабельные атаки наших казаков оказались бессильны перед точными колющими ударами японских воин. Преподавая в стенах института борьбы дзюдо, Ощепков пошел дальше японских наставников и стал переделывать старинную систему, применяя ее к новым условиям. Он же заменил кимоно и традиционные брюки на специальные борцовские куртки и обыкновенные спортивные трусы, а на ноги предложил надеть борцовские ботинки с мягкими рантами и стал проводить открытые соревнования по новой усовершенствованной системе, организовывая группы по изучению рукопашного боя. Василий Ощепков воспитал целую плеяду учеников, которые продолжили дело учителя. Великий спортсмен, истинный патриот России, был арестован в 1937 году по сфабрикованному делу о шпионаже в пользу Японии и расстрелян как враг народа. Параллельным курсом со Ощепковым в создании нового национального стиля борьбы двигался и Виктор Спиридонов. В 1921 году он создает новую синтетическую систему защиты и нападения без оружия, составленную из приемов уже существующих единоборств. Основные навыки боевого искусства он получил в спецучилище органов государственной безопасности, где готовили диверсантов. С самого начала новый вид борьбы приобрел популярность не среди армейских офицеров, как у Ощепкова, а в НКВД. Так условно разделяются два направления – спортивное и прикладное. Последнее, под грифом «секретно», специально для закрытых силовых структур. В начале 1923 года спортивное общество «Динамо» объединяет спортсменов-чекистов, пограничников и милиционеров. Виктор Спиридонов возглавляет работу в области спортивно-прикладной дисциплины «Самозащита без оружия». Впоследствии направление, предложенное Спиридоновым, стало известно как «Боевой раздел сам». Спиридонов с военной четкостью классифицировал приемы японской борьбы и ввел русские названия, вытеснив неудобную, сложную восточную терминологию. Бросок, который освоен только в национальном виде спорта и борьбе с самбо, называется «ножницы». Близней ногой атакует туловище соперника, а нижней ногой атакует под коленным сгибом. После этого идет переход на болевой прием рычаг колена. Из-за того, что у нас такой клондайк людей и такая энергия позитивная в нашей стране, что он не мог возникнуть в другой какой стране, именно это наш вид спорта самбо. Вид спорта, который синтезировал в себя все лучшее, которое есть не только в нашей стране, но и в мире. Эту школу прошли известные в будущем тренеры и пропагандисты самбо. Николай Голковский, Лев Турин, Роман Школьников, Борис Сагателян, Анатолий Харлампиев. Именно Харлампиева многие выделяют из этой замечательной плеяды, как самого яркого пропагандиста и последователя самбо. Поэт Саади еще в XIII веке говорил такие замечательные слова. «Неопытный львенок боится лисы, воспитанный в холе, стараний межон, от первой же схватки сбежит, устрашон. Охотой, борьбою, метанием стрел занявшись, подросток становится смел. Таково воспитательное значение всех видов спорта и особенно борьбы». Именно он стал прототипом главного героя, Хромова, в культовом фильме 70-х «Непобедимый». В общем, примерно так. Молодец. После выхода картины на экран, тысячи мальчишек серьезно занялись спортом. «По каким правилам будем драться? У нас нет правил. Ох, ребята, ребята». В фильме было показано, что в самбо вошли лучшие приемы из английского бокса и французской борьбы, японского дзюдо и китайского ушу, грузинской чидообы, узбекской национальной борьбы кураж и многих-многих других. «Умные, добрые люди должны уметь постоять за себя. Их нужно этому научить». Самбисты искали самый эффективный путь к победе и нашли его. Сегодня, посчитав всевозможные источники, исследователи обнаружили, что в самбо входят приемы из 52 видов единоборств. Армянская борьба – Кох. Борьба молдавских пастухов – Трынта. Своебразная и грузинская борьба – Чидаоба. Якутская борьба – Хабсагай. Ни один татарский праздник Сабантуй не проходит без борьбы куряж. Такая разминка предшествует началу схватки в азербайджанской борьбе гюлеш. В нашей стране существует более 20 видов борьбы. Современная борьба с самбо – самозащита без оружия. Многие ее приемы взяты из богатого арсенала национальных видов борьбы. 16 ноября 1938 года считается официальным днем рождения самбо. Именно в этот день был издан приказ номер 633 спорткомитета о развитии борьбы вольного стиля. А в ноябре 1939 в Ленинграде прошел первый чемпионат СССР по вольной борьбе. Так тогда называлось самбо. В 1941 году был запланирован третий чемпионат СССР. Но он не состоялся из-за начавшейся Великой Отечественной войны. Великая Отечественная война объединила представителей спортивной и специальной системы. Они вместе работали не только тренируя разведчиков, десантников, диверсантов, смершевцев, но и участвуя в боевых операциях. Многие наши самбисты очень сильно себя проявили и в годы Великой Отечественной войны стали героями Советского Союза. Почему? Потому что сам вид спорта им дал возможность заботиться не только о себе, но и о ближнем. И сегодня героические поступки делают и в горячих точках. В настоящее время наши самбисты тоже становятся героями России. Думаю, что самбисты, они не пессимисты, они оптимисты. Вообще вид спорта такой оптимистический. Изначально самбо, ну и отношение было такое, денег нету, занимались в подвалах, курток не было. Но все это потихонечку, вот жизнь заставляла, и вот этим именно своим потенциалом что-то созидать вид спорта дал такой отпечаток, что человек в жизни не теряется. Не может самбист потеряться. Я не знаю таких самбистов, которые у нас бомжуют. Я знаю самбистов, которые возглавляют сегодня крупнейшие предприятия. Знаю самбистов, которые сегодня являются героями России и Советского Союза. Также знаю самбистов, которые сегодня руководят страной, и знаю самбистов, которые сегодня руководят регионами, руководят армией. Это люди, которые разносторонние, разноплановые. Это люди, которые сегодня настолько всесторонне развиты, что мы можем сказать, что мы создали единственную правильную систему, которая сегодня существует только в нашей стране, в России. В Москве состоялся первый международный матч советских самбистов с вендерскими борцами дзоудо. В послевоенный период самбо постепенно приобретает привычную для нас организационную структуру. В 1946 году создается всесоюзная секция самбо. В 1959 преобразованная в федерацию самбо СССР. Проводятся тренерские сборы, издается методическая литература. Отдельным изданиям выходят правила по самбо. Возобновляются также чемпионаты СССР, проведение которых было прервано на время войны. В 13-м первенстве Советского Союза по борьбе самбо приняли участие команды союзных республик и городов Москвы и Ленинграда. Определились две ведущие школы. В Ленинграде Ивана Васильевича Васильева, в Москве Евгения Михайловича Чумакова. Осиатилов вновь проводит бросок и удерживает противника на ковре, получая еще два очка. В июне 1966 года на Конгрессе Международной Федерации Борьбы было решено признать самбо международным видом спорта. Первый в своей истории открытый чемпионат Европы по борьбе с самбо состоялся в Рижском дворце спорта. В нем приняли участие сильнейшие самбисты восьми стран, включая гостей из Азии, борцов Монголии и Японии. С 1972 года регулярно проводятся чемпионаты Европы, а с 1973 года и чемпионаты мира по самбо. Восемь золотых медалей чемпионата Европы из десяти у советских борцов. До новой встречи в 1980 году. Успехи советских самбистов на всесоюзных и международных соревнованиях свидетельствовали, что эта борьба достойна стать олимпийским видом спорта. И, казалось бы, такой случай представился. В 1980 году в Москве проходит событие международного масштаба – Олимпиада-80. По условиям, принимающая сторона имела право включить в программу Олимпиады два вида спорта, что значительно поднимало авторитет страны. Многие склонялись к тому, что этим видом спорта должно стать самбо. Но в закономерное течение истории вмешивается большая политика. Ильи Роганде обратилась к Ленину Ильичу Брежневу. А он, к великому сожалению, даже не был. Не то что теннисистом. Отсюда есть-то. Он даже и назначил, и богату не сдал. Поэтому он был абсолютно все равно. И когда Ильи Роганде обратил, что у нас единственный вид спорта, где мы имеем шансы получить Олимпийскую золотую медаль – это женское хоккей на траве. Желая помочь поддержать даму, да еще с братской нашей диссинсии, в братской Индии, он тут же дал команду включить в Олимпийский вид спорта. Почти не распространен в любых странах мира вид. А наша самбо пролетела на наших родных Олимпийских фанерах над Парижем. Это был наш национальный вид спорта. Наш. До свидания, наш ласковый Миша, Возвращайся в свой сказочный лес. Несмотря на все трудности, самбо продолжало развиваться. Энтузиасты ясно видели, что будущее этого вида спорта за молодежью. Создаются школы, формулой существования которых становится учеба плюс спорт. Одним из первых таких опытов стал клуб «Самбо-70». Это время школа «Самбо-70» окончила, может быть, 1030, мы так прикидывали, человек. И мы сейчас создали такое объединение, называется «Клуб выпускников и друзей» клуба «Самбо-70». И это очень солидные люди. Наш девиз – всегда верить в себя, своих товарищей, свою победу, идти вперед и только вперед. Школы «Самбо» на самом деле очень много. Они разные носят характер, но мы свою роль сыграли, потому что за нами шло около 800 школ Советского Союза. То есть создавались клубы с такими же названиями. «Самбо-75», «Самбо-77», «Самбо-8». Я даже недавно увидел название «Самбо-2000». Сейчас это уже не школа, а образовательно-спортивный центр, охватывающий 4000 учеников и имеющий 12 филиалов. Я считаю, что это оптимальный вариант для жителей вообще нашей страны заниматься этим видом спорта, потому что он наиболее адаптирован для нашей жизни, для наших условий. «Самбо» — это идеология победителя, это идеология доброго человека, сильного и доброго человека. А с этими качествами можно достичь огромных результатов в жизни и свернуть горы. Мы сегодня это доказываем во всем мире. Мы добились очень хороших результатов и в карате, и в сумо-юзиду. У нас есть и чемпионы мира, и даже призеры Олимпийских игр. Как ребята, завоевывающие медали в других видах спорта, они выходят из школы «Самбо-17», и на форме у них написано «Тоже самбо-17», потому что основа, основа все равно составляет борьба с самбо. Создавались подобные школы и в другие города. Так Кстова, скромный городок Нижегородской области, стал известен на весь мир только благодаря самбо. Таких спортивных центров очень мало в миру будет. Будет в Японии институт Кодокан. Я могу лично сказать больше спасибо Михаилу Бурдикову, который был инициатор и креатор этого комплекса. Еще одним этапом в развитии нового направления борьбы стало создание Всемирной Академии Самбо. Сегодня в России мощная региональная федерация самбо, и за счет этого сильная российская команда. Даже выступая на международных соревнованиях по дзюдо, наши самбисты не раз побеждали представителей японской школы. Первые успехи советского дзюдо связаны с именами самбистов. После трехлетнего перерыва команда Советского Союза вновь стала чемпионом Европы по дзюдо. Анзорки Кнадзе и Анзорки Крацешвили завоевали два золота на первом для нас чемпионате Европы в 1962 году. В 1964 году на Олимпийских играх в Токио самбисты блестяще дебютируют, выступив по правилам дзюдо. Наши спортсмены произвели настоящий фурор, завоевав четыре золотые медали. У нас вызов. Приезжает сборная команда по дзюдо Франция. Они пятикратные или четырехкратные чемпионы Европы по борьбе дзюдо. И вот мы завтра должны бороться с ними в Ледовом дворце спорта по борьбе дзюдо. Тут мы буквально как на коленях читаем правила по борьбе дзюдо. Ну, был там на французском языке. Кто знает французский, читает. Кто не знает, не читает. Узнаем, что такое удушение, откуда они появились, как их делать. Никто ничего не понимает. Только поняли, что надо сначала поклониться, сначала там потом судьям, потом хаджиме. Ну, там некоторые термины, которые потом перепутались все. Ну, в командном зачете мы выиграли все три встречи с большим отрывом. И нам сразу стало ясно, что такое самбо и что такое дзюдо. Когда в начале 60-х годов в преддверии Токийской Олимпиады в СССР впервые прибыли лучшие дзюдоисты Японии со своими тренерами и познакомились с самбо, у них не возникло никаких сомнений в том, что это совершенно самостоятельный и самобытный вид борьбы. Перед ними предстала система принципиально новая и значительно более совершенная, чем дзюдо. Когда забрежет на горизонте заманчиво интересные поездки за границу, на чемпионат Европы и мира по борьбе дзюдо, то очень хочется попасть на эти соревнования. И вот получилось так, что Федерация борьбы с самбо раскололась на две половинки. Те, кто решил заниматься самбо, остается в самбо. Те, кто захотел заниматься дзюдо, стали заниматься дзюдо. Но получилась вообще парадоксальная вещь. Когда выступали наши самбисты, еще вот отголосок был шлейф шел. У нас были чемпионы Олимпийских игр. Был Невзоров, Солодухин, Чучешвили. Последние 25 лет в России и в Советском Союзе не было ни одного олимпийского чемпиона. После этого раскола мы стали второразрядной державой в борьбе дзюдо. В конце 80-х наша страна пережила настоящую экспансию со стороны Востока. Повальное увлечение занятиями восточными единоборствами принимало нездоровые формы. Росла преступность. Некоторые спортсмены ушли в бандитские группировки. Некоторые, но только не самбисты, оставшиеся верными, не писанному кодексу чести настоящего борца. С началом перестройки в нашу страну хрынула масса информации о различных боевых искусствах. Однако очень скоро различные эзотические боевые искусства, особенно их преподаватели, вызвали, мягко говоря, недоумение у специалистов. Их приемы, пропагандируемые в третихсортных кинофирмах, со временем набили оскольными и уже не вызывали ничего, кроме усмешки. Людям, знавшим самбу, не терпелось показать русское боевое искусство всему миру. Перестройка позволила приоткрыть завесу секретности. За последние десятилетия самбисты в реальных, а не киношных поединках доказали свое превосходство над представителями иных видов единоборств. Регулярно проводят соревнования по боевому самбу десантники. Также сохранили преданность национальному виду спорта и российские пограничники. В других же родах войск, включая и элитный, например, спецназ внутренних войск, методика преподавания того или иного стиля единоборств зависит от личного вкуса и амбиции тренера-инструктора. Это тем более странно, что многие представители других армий мира тренируются по методике самбу. Эффективность самбу признают даже американские зеленые береты и итальянские карабиниры. Я в 8 лет проработал инструктором по самбу в итальянской полиции и посвятил половину своей жизни самбу. Для того, чтобы этот спорт продолжал развиваться в моей стране, я и несколько моих друзей решили открыть федерацию самбу в Италии. Однако до сих пор в методике этой борьбы есть разделы, которые преподаются только для специалистов. В первую очередь для специальных армейских подразделений – разведки ВДВ, спецназа ГРУ, элитных структур ФСБ и других. Самбист приходит в армию, действительно подготовленным, настоящим защитником Отечества. Его не надо убеждать, его не надо обучать. Человек пришел и два года, три года по контракту, без контракта. Он служит Родине и отдает все свои умения и навыки для защиты нашей страны. Самбу для многих становится не только видом спорта, но и образом жизни, жизненной позицией. Одним помогает в карьере, другим преодолеть трудные и нередко, казалось бы, безвыходные ситуации. С 1966 года самбу получила международное признание. Сейчас регулярно проводятся чемпионаты мира среди мужчин и женщин, юниоров и ветеранов, студентов и школьников, сотни международных турниров. А во время всемирных юношеских игр, которые прошли в 1998 году в Москве, президент Международного Олимпийского комитета Хуан Антонио Самаранчево высказал пожелание рассмотреть самбу в качестве олимпийского вида спорта. В 2006 году получила второе рождение спартикиада молодежи России. Программа спартикиады включает 30 видов спорта. Все виды являются олимпийскими, за исключением самбу. В 2003 году на коллегии Госкомспорта самбу, самооборона без оружия, признана национальным и приоритетным видом спорта в нашей стране. И сегодня уже многие регионы на уровне губернаторов ставят вопрос о развитии этого национального вида борьбы. Обозначилась реальная перспектива возрождения и развития этого уникального вида спорта не только в столице, но и в глубинке. По терминологии спортсменов у самбу открывается второе дыхание. Я не буду нападать на хороших людей и не буду применять самбо для плохих поступков. Про эту секцию мне рассказал мой отец, потому что он добился больших успехов в самбо. Мне бы хотелось еще больше. Борьба с самбо науком выждать!